Привет всем зрителям, подписчикам и донатерам. По просьбам людей, я решил сделать гайд на киллбокс в игре RimWorld. Я расскажу, как вам строить стандартный дальнобойный киллбокс, как состворить дикую имбу, чтобы милищники били врагов через стены, как встречать рейд из любого количества жнецов. Хоть, конечно, гайдов на ютубе полно на эту тему, но они не самые актуальные. Поэтому приступаем, собственно, к теме ролика. Что такое киллбокс? Прословный перевод – коробка убийства. Это специально подготовленное место, предназначенное для того, чтобы встречать в нем врагов, на максимально выгодных для игрока условиях. Помимо стандартного киллбокса, про который я и расскажу, люди придумали много разных экзотичных вариантов. Например, термальный киллбокс, химический. Но они все не работают против механоидов, которые, на мой взгляд, являются самыми серьезными противниками. Поэтому и смысл в таких вариантах я не вижу. Значит, покажу вам все самые стандартные варианты, но вполне рабочие, которые позволят отбиваться вам от врагов, по сути, на любой сложности. Как же строится киллбокс? Главное, чего нужно добиться, чтобы враги заходили в нашу коробку. Как это сделать? Надо застроить базу так, чтобы единственный незакрытый проход, собственно, ввел в киллбокс. Вроде как его можно сделать вообще сколь угодно длинным, этот проход. Враги все равно будут по нему идти. Вы можете построить очень длинную кишку, чтобы выиграть время вашим пешкам для занятия боевых позиций. Или можно будет потом добить убегающих врагов. Самые выйдете быстро через дверь, пока не другие идут обратно по кишке. И сможете так пленять больше врагов. Киллбокс желательно соединить свободным пространством с нашими ветряками и мастерской, чтобы враги при любом возможном агре шли именно через киллбокс. Обязательно убедитесь, что есть открытый проход в ваш киллбокс. Если прохода не будет, враги начнут страдать фигней, бегать туда-сюда, ломать сначала одно, потом другое. Их придется отлавливать по всей карте, что очень муторно. Следите за этим. Учтите, все-таки для строительства киллбокса подходят только каменные блоки, потому что дерево и сталь горят. А учитывая, что сейчас поджигателей различных очень много, начиная от импидов и заканчивая дьяволом, деревянный киллбокс сгорит только так. Так что построить со старта колонии вы его не сможете. Нужно будет хоть немного развиться. Хорошо, у нас есть ресурсы. Какого же размера строить киллбокс? Все зависит от вашего любимого оружия дальнего боя. У меня, например, это автоматы, потому что у них небольшая стоимость, хороший рейндж, отличная точность, из-за которой автоматы, например, намного меньше ломают стены, чем какой-нибудь миниган. Приятный ДПС. В общем, универсальная пушка на все случаи жизни. У автомата рейндж 31 клетка. Значит, наша коробка должна быть чуть-чуть меньше, например, в стороны по 28 клеток, чтобы пешки со всех позиций могли работать по врагам, как только они зайдут. Если вам нравится другое оружие, например, энерговинтовки с дальностью в 25, киллбокс надо будет сократить, чтобы не было ситуации, что по вам стреляют, а вы не можете ответить. Самым оптимальным расположением укрытий относительно входа противников будет диагональное, поскольку точность при стрельбе по диагонали меньше, чем при стрельбе по прямой. И так мы сможем сделать самые оптимальные укрытия для наших пешек, за которыми по ним практически не будут попадать. Как выглядят эти оптимальные укрытия? Это сочетание стен и баррикад, расположенных вот таким образом. Вогнутый уголок из стен и выгнутый из баррикад. Это дает и превосходную защиту пешкам, и они сами почти всегда будут стрелять. Опять же, вот еще существенный минус того, что если вы будете строить прямой киллбокс, а не диагональный, что в прямом киллбоксе пешки, стоящие за стенами вот так, могут стрелять лишь по целям прямо перед ними практически. Чуть враг отошел влево и вправо, и это уже проблемы. Если у вас пешек много, то это конечно не критично, но в условиях только развивающейся колонии это может быть очень важно. Также такая постройка позволяет спокойно повторить второй слой укреплений сзади, и поставить туда, например, детей, чтобы и они могли стрелять, но при этом по ним не стреляли из-за пешек впереди. Или чтобы просто поставить больше пешек, если место в первой линии закончилось. Или поставить еще один слой, но уже спереди, и поставить туда механоидов, танчить урон от врагов. Также врагам можно подготовить типа укрытия, чтобы они не подбегали к нам в упор, и не обходили с флангов. В идеале из молитвенных подушек, у них эффективность укрытия всего 5%, но они горят, и в лейте каждый приход механоидов приводит к тому, что все подушки сгорают, и приходится их строить заново. Так еще, чтобы подушки строить, нужно, чтобы они были в вашей идеологии. Если их нет, то вы, соответственно, не сможете их построить. Альтернативой являются спальные коробки для животных. Их можно сделать из камня, но у них эффективность укрытия уже 15%, так что попадать по врагам станет сложнее. Строить их стоит, думаю, где-то на расстоянии 10-12 клеток от наших укрытий. Чтобы враги с автодробовиками не подходили к нам вплотную, а враги с дальнобойным оружием стояли и стреляли без укрытий. При строительстве киллбокса очень многое зависит от местности. Например, вода может как и мешать строить киллбокс, так и организовать невероятно имбовый. Например, у меня в поселении на льдине засполнилось такое вот озерцо в центре карты, и я превратил его в киллбокс. Ведь враги, идя через мелководье, очень сильно замедляются, и мелечники в таком случае просто не доходят. Также, если у вас плодородный биом, то в киллбоксе будут постоянно расти деревья, и этим давать укрытие противникам. Чтобы этого избежать, в идеале просто поставим крышу над киллбоксом, так и мелечники будут идти немного дольше, и деревья расти не будут. Важный момент, если ваша база не в центре карты, а ближе к краю. Смотрите, чтобы у врагов не было удобных сквозных дверей краю карты, ведь тогда они будут ломиться через закрытые двери при отступлении и ломать их вам, что неудобно. Я в последнее поселение играю без турелей, потому что активно использую мехов, а они для своей работы не требуют стали, и по факту, если держать боевых механоидов в мирное время в спящем режиме, они совсем ничего не требуют, кроме мехсвязи для своего существования. Так и починить их намного проще, они не взрываются, и их не так уж часто убивают. А если убили, их всегда можно воскресить просто за небольшое количество стали. Так что, на мой взгляд, турели теперь совершенно не нужны. Но если хотите их использовать, тогда ставьте перед линией ваших укреплений для пешек, защищайте мешками, и так они будут танчить вместо ваших пешек. Еще можно хитро поступить с их энергоснабжением. Помимо основного кабеля, можете поставить недалеко не присоединенный к электросети провод, и в мирное время и сами подключайте турель к обесточенному проводу. А во время рейдов включать их, при этом вам даже не надо использовать для этого пешек. Удобный такой лайфхак. Маленькая хитрость, которая вам может сильно помочь. Во-первых, всегда надо ставить немного баррикад на выходе из кишки в киллбокс, чтобы враги не прятались за стеной. А во-вторых, вот так вот ставьте каменную дверь. Укажите, пускай она будет всегда открыта, и запрет ей пользоваться. Для чего это? Во-первых, если у вас в целом один-два выхода с базы, помимо киллбокса, очень удобно запрещать пешкам выходить из них, пока идет рейд. То есть и пешки продолжают заниматься своими делами, не выходя с базы, и они не наткнутся на врагов, и не придется ждать три года на позициях, пока враги дойдут до вашего киллбокса. Особенно, если вы сделали длинную кишку. Так и еще это сдерживает ежиков от проникновения в кишку. Они тогда тусят в киллбоксе и не идут на врагов, которые находятся собственно в кишке. Еще, если на вас нападает прям неприятный милишный рейд, например, из 50 жнецов, стани андертальцев, а у вас еще нет королев, чтобы танчить ежиками, то лучший вариант будет подойти всеми к выходу из кишки и просто заблочить его. Вперед ставите милишников, вампиров или механоидов, пешек с дальнобойным оружием позади. Еще против жнецов будет хорошая идея взять одну эмигранатку. И вот так встав, вы спокойно отобьете любое количество жнецов, пока есть кому танчить, ведь в такой ситуации они будут бить по одному, так еще и постоянно будут под эмигранатами. Но следите за стенами, ведь ваши косые пешки понемногу будут их ломать, так что или чините боковые стенки, или будьте готовы к тому, что они сломаются, заранее поставив танков к этим стенкам. Почему так лучше всего отбивать? Все-таки жнецы довольно быстрые, а в кишках враги двигаются нынче странно, толкают друг друга, идут группой в одной клетке, и по итогу на вас вываливается сразу целая куча жнецов, и сколько бы стрелков у вас не было, без танкинга жнецы добегут до ваших пешек и устроят вам анальную кару. Отлично, у вас есть неплохой киллбокс, но как же задействовать милишников в нем? Просто ставить вперед со щитами? Можно, конечно, но есть один имбовый вариант, он максимально сломан, эта механика работает уже очень давно, и почему ее не пофиксили, я не понимаю, но если вы только начинаете играть в римку, и у вас еще мало опыта, то это идеальный вариант для вас освоится с игрой. Что же нужно? Просто ведете кишку вдоль одной из боковых стенок киллбокса, и делаете не прямую кишку, а диагональную, потом в кишке на углах ставите двери, у них переключаете, чтобы они всегда были открыты, открываете их пешкой, и потом просто ставите в вот эти углы своих милишных пешек, и они тогда могут наваливать врагам в мили через стенки, а те не смогут им ответить даже, и, например, так поставив подряд пять жнецов своих, через этот коридор смерти почти никто не пройдет. А если еще и пешка будет с плазменным мечом, или легендарным синхромечом из геном на 150% урона в ближнем бою, ооооу... Тогда обычный киллбокс станет просто не нужен, но эта механика крайне поломанная, и опытным игрокам ей пользоваться, думаю, не стоит. А что же делать с рейдами, которые ломают стены? Ставить несколько слоев внешних стян? Многие рейды это замедлит и выиграет вам время. заранее задружиться с Империей и мирным союзом чужеземцев, вызывать подмогу через консоль от них, тратить только на такие рейды вызов союзников через привилегии, покупать или делать купольные щиты, которые позволят вам сражаться в чистом поле, или если например на вас нападают импиды, то можете просто их обоссать. Совершенно позорный рейд, очень слабый, а вот с неандертальцами советую быть осторожными, в миле они наваливают и жнецам. Еще можете успешно пользоваться ловушками, просто ставите их в кишку одну за одной и так например можно легчайше отбить первые вызовы механоидных боссов, правда с серьезными тратами ресурсов на ловушки. В целом это все, используйте планировку, чтобы заранее разметить ваш келлбокс, старайтесь использовать элементы местности в вашу пользу. Также немного новостей, в последних патчах таки соизволили добавить в награды за квесты монометрические генераторы, генераторы химтоплива, субядра, психические монаторы и прочие редкие шняги. Это надо было сделать давно, ибо я в целом вообще не видел этих наград в пуле за кучу поселений. Ничего из этого не встретил в последнее время, почему оно пропало и почему так долго возвращали, очень странно, ну хоть наконец вернули и на том блин спасибо. Также в древние комплексы добавили как награды вещи из биотеха, такие как генопаки, архид капсулы, сыворотки смертосна. По идее это еще один источник для генов, может теперь наконец их собирать будет не так муторно? Посмотрим. Теперь как всегда о планах на будущее. Я тут немного пропал, потому что задушился с последним поселением. ТПС там упал до 60, то есть нормально играется только на первой скорости, на остальных уже сильно лагает. Удаление даже всех модов ситуация не исправляет особо, видимо слишком много мне прислали пешек, так еще и мехов целая куча. Пытался с этим разобраться пару дней, ничего не получилось, попал в тильтуху, да и собственно просто у меня далеко не новый. Поэтому дальше стримы будут на новом поселении. Хочу опять за соло механитора, но уже с генами, на каком нибудь интересном месте типа полуострова, с моим ксенотипом со старта для пешки и самое главное без скиллбокса. Конечно я оставлю римконнект, но вырежу возможность присылать пешек, уж простите. Однако цену на рейды я сильно снизил. И думаю сделать такую фишку, что если кто-то донатит, условно 500 деревянных, я удваиваю прирост серебра для римконнекта вдвое от текущего значения. То есть например будет с базой в 25 уже 50, 100, 200, 400 и так далее. Но это только на один стрим. Как вам эта идея? Ну и играть тогда соответственно без загрузок сохранений. Стрим собственно планирую в пятницу в 19.00 по МСК и дальше днем выходные. По роликам. Планируется по моей сборке модов, возможно видос по оптимизации римки, кидали идею видоса стерлистом миличного оружия и собственно сборка всех гайдов по биотеху в один большой. С учетом всех изменений которые были в патчах. Что вы думаете об этом? Какой видос хотите в первую очередь или можете предложить свою идею в комментах? Я все читаю, почти на все отвечаю. Хочу отметить, что я играю между прочим не только в римку, а например в Варкрафт 3 и Майнкрафт. В арике я играю в кастомные карты. В основном это Марс Арена. Лучшая геройская арена на мой взгляд. Она намного интереснее чем древний Эвикс. На последнем стриме голосованием выбрали ролик по собственно Марсу. Так что он будет. А по Майнкрафту у меня своя сборка на 1.19. Где нет модов, но есть плагины. Например очень классный плагин на кучу заочарований. И плагин, позволяющий заходить с почти любой версии Майна. Если вам нравится идея сервака с Майном, можете поддержать меня на бусте. Правда если в прошлый раз сервак был на хостинге Майя Арена и там было 400 рублей за месяц в 2021 году, то теперь там что-то меню 2400 уже. Как-то больно дорого. Может вы знаете варианты поинтереснее. Всем из куриса и легендарной кровати. До связи был TossForce.